Здравствуйте, это канал Дики Лайф. Меня зовут Виталий Дики. Большое спасибо, что смотрите. Большое спасибо, что подписываетесь на мой канал. У нас уже практически 70 тысяч. Сегодня мой ваш гость Тарас Загородний, политолог. Здравствуйте, Тарас. Да, здравствуйте. Значит, 11 января в Раде будут голосовать в первом чтении законопроект о мобилизации. Об этом сказал глава фракции «Слуга народа» Давида Рахами. Мы помним, что изначально предполагалось, я так понимаю, что было зарегистрировано в кабинете министров законопроект, вариант, и еще четыре дополнительных от разных народных депутатов. За основу вполне вероятно будет принят этот же законопроект в кабинете министров. Какие изменения, по вашему мнению, могут быть внесены и, как вам кажется, будет ли иметь такое же отторжение в обществе в первом чтении проголосованный законопроект, как и прежняя инициатива? Я говорю об украинском обществе. Ну, можно сказать, это то, что уже заявили, например, представили телебанковской системы, скорее всего, блокирование карточек, как это планировалось, скорее всего, этого не будет, поскольку, я думаю, что и банкиры понимают, что это приведет к оттоку и депозитов с банковской системой, и вообще, как бы, проблемы, и люди просто начнут отказываться от многих вещей. Ну, некоторые, да. Вот. Касаемо тоже ограничений пользования автотранспорта, и там была такая замечательная идея включать в реестр боржники таких людей, хотя это, ну, противоречит любому здравому слыслу, потому что реестр боржники – это частына этого проважения в оконавчиках. То есть, должно быть решение суда, то, что у тебя есть долг, который ты не исполняешь, и ты должен, и теперь ты в реестр боржники. Ну, то, что я вот вижу, то, что говорится. А касаемо другого, ну, тут сложно, сложно говорить, как оно будет. Да, спросите, но там был очень важный нюанс, это касаемо ограничения в возможности покупки-продажи имущества и вот этих всех… Ну, это, смотрите, это к чему уже, это же легко обходится. Просто на жён начинают, на тёщ на жён начинают переоправлять имущество и те же машины и всё остальное. То есть, нотариусы, насколько мне известно, активно начали тоже работать в этом направлении. То есть, это, ну, это ни к чему не приведёт. Вот такие вот ограничения – это только, ну, к поведению людей. Просто их повиняет. Ну, судя по всему, это тоже не будет. Вот. И, ну, посмотрим, как оно будет выглядеть. Уверен, что я могу только с уверенностью сказать, что будет два чтения. Первое, второе. В первом чтении они полностью его не примут, будут ещё правки принимать и так далее. Вот. Но я вообще к таким мерам, я считаю, что мы должны и общество, и страна смотреть шире вообще на вопрос, связанный с мобилизацией. Это вообще о том, о том, что понимание того, что характер войны сильно поменялся. И мы должны понимать, что идёт война и защита, защита страны – это, ну, не только армия в данном случае, потому что армия должна быть обута, одета и вооружена. И тут мы начинаем вопрос, мы приходим в вопрос к организации тыла, в первую очередь. Почему? Потому что война на истощение – это всегда война потенциала. То есть, у кого больше ресурса, кто может его эффективнее использовать, тот, в принципе, выигрывает. Смотрим, что есть у России и что есть у нас. У России однозначно демографический потенциал значительно выше. У России денежный потенциал выше, они 300 миллиардов за три года хотят потратить долларов. Они развернули уже военную промышленность. Да, они пока на уровне советских технологий, либо тех, которые есть у них уже. Вот те же «Орланы» и «Ланцет» – это же израильская лицензия ещё 2010 года, которую они покупали. Но эти все вещи говорят о том, что симметричная война для Украины, она невозможна. Ну, элементарные цифры. Опять же, если, вот как говорят военные аналитики, соотношение потерь украинской армии и российской, если они в наступлении, ну, там, один к десяти, один к пятнадцати, но один. Один всё равно наш, да. Потеря либо ранен, либо, к сожалению, убит. Вот. А дальше считайте, вот, хорошо, мы привлечём там 400 тысяч людей, а россияне смогут и миллион, например, после переизбрания Путина, а два миллиона. И они готовы, в принципе, в таком темпе, ну, воевать 300 тысяч в год, они, в принципе, готовы в таком темпе воевать. Но, опять же, смотрите цифры. То есть, какие потери будут у нас. Поэтому тут мы должны полностью понимать одно, что у нас должна быть асимметричная война. Асимметричная война, которая должна в первую очередь исходить из собственного вооружения. То есть, где мы можем нарастить и вот этот вот потенциал быстро, да. Ну, условно говоря, лучше произвести больше железа, которое будет, ну, фактически заменять часть солдат, которые сейчас там на фронте. Либо, то есть, например, если будет, например, два миллиона дронов у украинцев, которые будут с искусственным интеллектом, это по три там дрона на человека, которые сейчас присутствуют в Украине. То есть, это совершенно другой расклад. И тут мы выходим к общему вопросу. Сколько людей должно быть в армии, сколько должно работать в тылу и так далее. Потому что очевидно, что и, опять же, стратегия какая в отношении России. Как мы переносим войну на территорию Российской Федерации? Очевидно, что вот такое вторжение, например, как часто у нас обсуждают, там, в Голгородскую область и все остальное. Но это, я думаю, невозможно будет по разным причинам. Ну, возможно, какие-то там ДРГ будут заходить. Но, опять же, мы не знаем, как отреагируют наши партнеры на это. А вот удары по территории Российской Федерации, наши партнеры, в принципе, на это благодушно смотрят. Но при условии, если не будет применяться западное вооружение по территории России, официально признанное. А у нас есть свое оружие, которое может применяться, если нет западного? Ну, судя по ударам, все-таки еще в прошлом году по тому же Энгельсу, все-таки какие-то различные, либо переделанные советские технологии есть. И, судя по тому, что, ну, обещают, по крайней мере, что будут аналоги шахедов до тысячи километров, это уже хороший задел. Отсюда мы выходим на то, а какие болевые точки есть у россиян, например, в их экономике. Я считаю, что такой болевой точкой являются нефтеперерабатывающие заводы, поскольку у них проблема с тем, что невозможно будет привести западное оборудование. Китай тут не сможет им ничем помочь, потому что вот все кашается нефтянки, это чисто западные технологии. То есть, например, уничтожение всех НПЗ в глубину до тысячи километров нанесет существенный удар по экономике России. И встанет вопрос, способны ли они также проводить военные действия на территории Украины, потому что без дизеля ты не повоюешь. Следующая точка, полезная для россиян, это порты Новороссийска, конечно. До 40% товарооборота России проходит все-таки через порты Новороссийска. У них очень мало портов, которые не замерзают и имеют хорошую логистику. Порт Новороссийска – это очень хороший порт, еще, кстати, с очень давних времен. Если вот помните, вот Первая мировая война, в чем была проблема главная Российской империи? Почему у них такие совершенно экономические трудности настали? А Турция была против России, они перекрыли Босфоры и Дарданеллы. И настали очень большие проблемы в действительности у портов, ну, как с Одессой, Новороссийской и всех остальных. Вот тут то же самое, не сильно поменялась ситуация еще с Первой мировой войны. И, соответственно, вот эти вот болевые точки мы должны исходить. И, соответственно, то есть, опять же, какие задачи стоят перед промышленностью украинской? Кто это будет делать? Как это финансирование? Как это будет работать? То есть, вот эти вот глобальные вопросы мы должны решать. Очевидно, что асимметричная война – это единственный способ, который позволяет Украине надеяться на и быструю победу. Потому что симметричной войне, к сожалению, потенциалы не сопоставимы. Я вот так... И уже они появились. Возможно, они не русские, возможно, они иранские, или там сделаны по лицензии. Это такое. Далее. Мы все прекрасно знаем, и в этом говорит весь мир. Северная Корея передает большое количество баллистических ракет. Более того, они абсолютно непредсказуемы. Что касается технической составляющей, только так приблизительно. И фактической, что на самом деле. И это лишь только начало. То есть, в любом случае, вызовы грандиозно ужасные для Украины. Согласитесь? Как в этом процессе... Я аж о том и говорю, что симметричная война для Украины, это невозможно. Почему? Потому что я включил вот эти риски Северной Кореи, включил риски, связанные с Ираном и так далее. То есть, это все в одном комплексе, мы должны понимать. Я говорю о том, что без переноса войны на территорию Российской Федерации, ну, эта война заканчивается не очень благоприятно для Украины, поскольку нет возможности уничтожать врага еще на территории России. Но вот обратите внимание, недавно была заметка о том, что в Омске прекратились, ну, обнаружились проблемы с куриным мясом и свининой. Вот где-то в Сибири и все остальное. А знаете, с чем это связано? А вы знаете, где производится от 10 до 15 процентов куриного мяса и свинины в России? В Белгородской области. Вот смотрите, нарушили логистические пути, связанные вот с тем, что сейчас происходит в Белгороде, да? И начинаются проблемы. Это вот говорит, что есть болевые точки для России, на которые мы должны нажимать. Ну, например, как я вам сказал, уничтожение, вот, уничтожение, предположим, НПЗ, ну, хотя бы половина НПЗ, это кризис для российской экономики. Большой удар, большой удар по производству дизеля, а дизель – это основа для все-таки военной техники и так далее. То есть, вот какие вещи, то есть, тут без асимметричной войны не обойтись. Я понимаю вас. Высокотехнологична, высокотехнологична должна быть. Но давайте вернемся к мобилизации, процессам, которые сопутствуют в Украине. Значит, вместе с законопроектом о мобилизации в конце декабря, я могу ошибаться, но где-то в этих пределах, Кабинет Министров внес еще один законопроект номер 10379. Кстати, о нем вообще практически никто не говорит. Это самое важное. Так вот, этот законопроект предположил или предложил ужесточить ответственность за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации. Ну, дьявол в мелочах, давайте вот я об этом скажу. Значит, речь идет о тотальном увеличении штрафов, например, за нарушение там правил военного учета аж в 10 раз. Теперь они составят от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен. Далее, значит, нарушение законодательства о Воронье, воинской обязанности, военной службе, мобилизации и подготовке. Штраф 25,5 тысяч, 34 тысячи гривен. Далее, вот интересный момент. За нарушение этого же законодательства в особый военный период уже для обычных людей штраф от 34 тысяч до 51 тысячи, а для, в общем-то, должностных лиц от 153 тысяч до 204 тысяч. Ну, в общем-то, да, тема интересная, конечно, но если ты не заплатил штраф, вы же понимаете, значит, идет процесс принудительного изъятия этих денег, соответственно, арестовывается имущество, изымается посуду квартиры и так далее, и так далее, автомобили, все, что в этом контексте рассматривается. Как вам вот такой вот интересный поворот? Ну, я сказал, все имущество будет на жёныша оформляться. То есть, получается, в самом законопроекте о мобилизации, в том варианте, который примут, этого может не быть, но в этом 10.379 отдельно это все может существовать. Это называется наебалово, правильно я так понимаю? Ну, посмотрим, посмотрим. Я, к сожалению, этого законопроекта не видел. Я говорю, как люди будут реагировать. Ну, снимут все деньги со всех счетов, да, ну, что ты будешь, постой счета арестовывать, снимут все депозиты с банков, предположим, да, переведут, переоформляют имущество на жён, на тёщ, вот, и всё. Ну, подарят просто дома, например. Ну, возьмут квартиру, подарят, например, там, родственникам, предположим. Вот, поэтому, будет ли это работать, пока вопрос, вот, но мы должны понимать, опять же, тут, я почему говорю, вот, всегда возвращаясь к вопросу о стратегии, потому что мы должны понимать, что, опять же, тут соотношение, сколько должно быть работать и сколько должно служить, вот, вот в чём вопрос. То есть, это, и опять же, мы должны понимать, ну, хорошо, вот сейчас будет 400 тысяч призвано, ну, скорее всего, это будет сделано, а если война до 25-го года затягивается, а там что дальше, да? Ну, там, вы об этом говорили, и это очевидно, то есть, я развеялся, что что с ними... Да, россияне посчитали, что по 300 тысяч в год, в принципе, они спокойно могут утилизировать, для них это небольшая проблема, резервы есть, в принципе, да, ну, в России, вот, по разным оценкам, до двух миллионов людей, которые, там, имели отношение к военной службе, и они ещё не выбрали этот резерв. То есть, опять же, мы должны понимать, что нам нужна оборонка, да, чтобы воевали роботы, фактически, дроны, и это совершенно другие требования и к экономике, и требования к финансированию, и так далее. То есть, очень многие вопросы. То есть, я почему поднимаю этот вопрос, потому что, ну, генералы исходят из тех исходных, которые у них есть, да, вот, а им нужно предоставить больше инструментариев для ударов по и территории России, и по уничтожению врага уже непосредственно, ну, как бы, опять же, математика. Да, да, согласен. Тарас, вы об этом говорили, я абсолютно разделяю вашу точку зрения, согласен. Вы говорили об относительности приоритетов на сегодняшний день в военное время. Но я немножечко всё-таки о другом. Я вот об этом законопроекте 10.379, о котором никто не говорит. Вот также им планируется этим законопроектом ввести возможность задержания в особый период людей, нарушивших, как будет считать государство, законодательство о мобилизации, от трёх часов до трёх суток. Кстати, вот интересная история, адвокаты уже комментируют эту проблематику и говорят, если людей будут так задерживать, да, там, менять им там уклонение от мобилизации, то это прямой путь к коррупционным искушениям. Потому что будет речь идти не о пяти или там десяти тысячах долларов, а значительно больше. То есть создаётся абсолютно широкое поле для коррупции и таких серьёзных, важных злаупотреблений. Что вы по этому поводу думаете? Ну, смотрите, я ещё не видел этого законопроекта, просто от вас это услышал. Ну, теоретически у нас возможно всё, я же это не исключаю, что возможны различные варианты. Тут мне сложно комментировать, зная, как работает некоторый государственный аппарат, это да. Ну, тут как бы много, опять же, юридических нюансов возникнет и так далее, и так далее. Ну, то есть вы хотите сказать, что пока вы не ознакомлены с этими деталями, как бы пока мы не можем... Нет, то, что вы говорите, теоретически это возможно. Я допускаю, что возможны риски. Вот, но опять же, тут почему я всегда возвращаюсь к вопросу о механизации армии? Потому что стратегия государства должна состоять в том, чтобы в армии была механизация. Ну, условно говоря, за людей уже воевали роботы. Мы к этому должны стремиться. Опять же, по-другому не получится. А для этого всё должно производиться у нас, потому что Запад не даст нам такого вооружения по разным причинам. Те же дроны, но не будут они копаться с дронами, и они всегда будут опаздывать с производством дронов. Ну, кто будет разворачивать там один миллион дронов там у себя? Ну, как бы они скажут, нам это не сильно интересно по разным причинам. У них свои планы, у них свои задачи и так далее. И второе, всегда будут опаздывать, потому что вот эта вот гонка вооружений, которая уже началась, она оперативно может реализовываться только в нашей стране. А для этого Кабинет Министров не только должен законопроекты писать, а всё-таки решать вопросы с военной экономикой. Вот недавно я видел статью на центре, по-моему, где оказывается Кабинет Министра до сих пор не обеспечивал секретность военных производств. И чуть ли не на официальных сайтах можно найти, где находятся, смежники и так далее. Плюс я уже молчу про налоговую. То есть по налоговым накладным ты можешь обнаружить все, кто, что, когда, где находится, как работает и так далее. А её вон в интернете, эту базу можете купить за 400 долларов. То такой Кабинет Министров тут шаги должен сделать. Решить... А в чём, простите, а в чём тогда проблема? Почему они до сих пор не решили эти вопросы? Потому что директор... Ну, потому что шмыгали, шмыгали, Кабмин до сих пор живёт в режиме, как будто в стране ничего не происходит. Ну, слушайте, они вопрос с налогообложением предприятий ВПК до сих пор не решили. Вон я вчера видел опять обращение Федерации работодателей о том, что к шмыгалюшу наконец-то решили этот вопрос. Уже задолбал просто. Они, кто не знает предысторию вопроса, у нас регулируется вопрос рентабельности постановами Кабмину. Одно постановление было в 2021 году, там установлено было 30% рентабельности. Ну, при этом, когда у тебя выкупают весь твой объём, это хорошо, да, то есть тебе на маркетинг не надо тратиться и так далее. То есть ты заложил деньги, тебе заплатили, ты всё сдал, ну, это хорошее. В принципе, на Западе тоже ограничения по рентабельности. Так вот, в марте 2022 года они приняли постановление другое для упрощения, как они сказали, производства оружия. Они просто пропустили там слово «прибыль». И основанием на этом в результате, да, было вот это решение ДОСУ, Державно-аудитерской службы, которая сделала вывод, ну, исходя из постановления, они же исполнители, что это является, то есть прибыль является убытком для государства. И начинается, и всё это пошло по цепочке, да. Вот уже Министерство экономики написало, что это ТУХТА, да. А 4 декабря, если я не ошибаюсь, была встреча в Министерстве обороны тоже с производителями. Они даже уже написали постановление, как оно должно выглядеть, да, проект постановления, чтобы вынесли на кабин. А это можно задним числом уже решить. Даже вот когда производители уже приходили тоже в Державную-аудитерскую службу, тоже Басалаева, она же тоже сказала, вот, слушайте, это можно поменять задним числом, нужно постановление правительства. Она даже там какой-то свой вариант постановления показала, как оно должно выглядеть. Можно задним числом должно поменять, но кабин этого не делает. Ну, вопросов к кабину очень много, это правда, и я с вами соглашусь. На самом деле, мне вообще кажется, что многие из них там тормозят лаптё и не понимают вообще, где они находятся. И вообще у меня возникает вопрос, так как у вас ли они на этих ответственных постах находятся, если они не применяют, как бы, знания и умения для того, чтобы нарабатывать правильное решение в такое сложное время. Но, если можно, всё-таки вернёмся к машиной возне у нас в Украине. Ну, вот вы знаете, да, тут у Меров выступил министр обороны, и сказал о том, что счётная палата, или там КРО, или как это называется, фигня, она, короче, провела аудит в Министерство обороны. И, соответственно, речь идёт о том, что было украдено или принесено убытка для страны на 10 миллиардов гривен. Понятное дело, что там триллионные суммы крутятся, ну, это очевидно, да. Но, с другой стороны, у Меров это всё выносит как свою победу, как, мол, человек, который действительно отследил и понял, что с коррупцией надо бороться. Но у меня возник вопрос. Тут недавно, на открытии памятника Леонида Макаровича Коротчука, первого президента, появился Резников. В чём гуляет? В чём не несёт никакой ответственности? Что у него за вообще ситуация? Что за феномен Резникова, в конце концов? Да, это вопрос к нашим антикоррупционным органам. Вот есть НАБУ, САП, ВАКС, да, где они? А то, знаете, меня удивляют эти антикоррупционные активисты, которые по третьему кругу пишут про эти яйца за 17 гривен, что нашли того, нашли того, нашли того. Кто-то там находится в Хорватии и так далее. Так а в чём проблема? Идите пикетируйте НАБУ и САП, чего вы их захищаете? Почему тут? У меня тоже возникли вопросы. Это же из-за того, что чиновник хочет украсть. Мы знаем это, это не новость, да? Так и кто должен им заниматься? Вот НАБУ и САП пусть занимаются, идите пикетируйте, спрашивайте. Все вопросы теперь к НАБУ и САП. Просто складывается впечатление, что люди, приближённые к Зеленскому, они имеют какой-то иммунитет, в том числе от антикоррупционных всяких ведомств, то есть не попадают под колпак, и очевидно, что в этом какое-то рацию есть. Но всё же, ведь это же важно, кто-то должен нести ответственность или опять будет обвинять разных левых поставщиков или посредников, типа там семьи Гриневича и так далее. Это же просто смеху подобно. Кто не знает, ознакомьтесь, в интернете есть эта проблематика. Нет, ну смотрите, ну всё-таки я хотел бы видеть всё-таки выроки судья, то знаете, у нас много вопросов и вокруг Гриневича и всё остальное. Я считаю, что там тоже идут какие-то борьбы за бюджеты, в том числе, я не исключаю, что знаете, как-то так оно всё, уверен, что там очень много, если покопаться в Министерстве обороны, очень много интересного происходит, поэтому всё-таки я хотел бы видеть решение суда и всё остальное и во всех отношениях. Я хочу видеть следствие. Если на БУ и САП у нас, как они говорят, независимые, они не работают, зачем такие нам на БУ и САП? Вот и всё. Поменяйте там людей. Я считаю, что задумка, задумка, теоретически сама была хорошей. Да, там вот есть какие-то честные органы и так далее, так они же не работают. Значит, там должны, я считаю, брать, вот людей сейчас будут демобилизированные, ребята с фронта, которые воевали, которые знают, что такое коррупция, которые знают. Вот ставьте их на БУ и САП, тогда они будут рвать и метать. Тарас, вы говорите, поменяйте людей на БУ и САПе. Ну, давайте начнём с основных нюансов. Во-первых, эту всю проблематику курируют Соединённые Штаты Америки. Это никто не скрывает. Помните, не могли снять Сытника, сколько времени. Кстати, он сейчас в тепле пристроен возле одного высокопоставленного военного и, в общем-то, неплохо себе чувствовал. Так он же заместитель на ЗК, будучи в реестре коррупционеров. Ну, это отдельная песня. Да, кстати. Но я о другом. Всё-таки, смотрите, я отследил ситуацию с назначением членом наблюдательного совета у Караваном Прома. Я не буду трогать Милованова, он уже всем надоел. Бог с ним. Я про Гончарука. Но неужели Владимир Александрович Зеленский настолько недалёкий, извините, что я говорю, человек, что абсолютно бездарного, неэффективного и случайного человека назначает или предлагает или способствует назначить членам наблюдательного совета УКР Воронпрома? Много заявлений относительно того, что это наши американские друзья, которые для нас как бы были партнёрами, советуют делать такие шаги. Ну, я не знаю, кто там советует это. Он от Кабмина пришёл. Отслеживает ли это лично Зеленский, я не знаю, потому что это всё-таки Кабинет Министров принимал. Но то, что Гончарук вообще не должен сидеть в УКР Воронпроме, быть, это понятно. Гончарук ответственный, в том числе как премьер-министр за сокращение военного заказа. Он вообще несёт тоже прямую, должен нести прямую уголовную ответственность за то, что было. Это первое. Точнее, второе. УКР Воронпром вообще как структура должен быть распущен ещё вчера. ничего не производить не будут. Ну, это да. Все люди, которые идут на содержание этого аппарата, всех этих Сметалиных, Меловановых, Гончаруков и так далее, должны идти непосредственно производителям. Там до 6 миллиардов в год идёт на содержание этой шарашкиной компании. Да, да. И эти части УКР Воронпрома, которые рабочие. Вот КБ Луч это входит в УКР Воронпром. Антонова, Малышева, Артёма. Не надо там, там есть специалисты, которые разбираются в производстве вооружений. Какой специалист? Гончарук или Милованов? У Гончарукова... Ну, речь же не идёт о том, чтобы пристроить своих бывших там... Да, так и при чём-то, знаете, слушайте, ну, давайте тоже, как бы, будем взрослыми. Мало ли, что там что-то говорит. Да, там 23-й кто-то там... Конкретная задача стоит, у нас идёт война, нам нужно вооружение. Человек конкретно... Гончарук конкретно... Это человек, который ответственный в том числе за потребность и добра способности страны. Он должен тоже нести ответственность, кстати, как и Милованов, который возглавляет этот наблюдательный совет. Что он вообще делает там? Да? Он вообще гражданин какой страны? Вот. Поэтому мы чётко тоже... Мы должны понимать, что пожелание там, это хорошо, но это вопрос переговорного процесса. Согласен. Когда мы думаем, что, знаете, что там в Вашингтоне сидят, думают, или в приспользовании, как там назначат тут Гончарука, ну, это враньё. Простите, почему-то... Просто непонятные люди начинают рассказывать, что они имеют связи в Вашингтоне. Хорошо. Ты что умеешь делать? Не умеешь, да побачивай. Всё. Раз. Ну, смотрите, благодаря вот этим связям они так и проявляются здесь. Но я о чём говорю? Ведь всё-таки история Гончарука довольно интересна. После того, как он свалил с Украины на длительный период Соединённых Штатов именно в США, он потом вернулся и появился в Укра-Воронброне. Ну, да бог, с ним этот фрагмент мы обсудили. Ещё про машинную возню это очень интересная история. Вы знаете, что членом счётной палаты Украины стала интересная барышня. Она в своё время Песчанская, по фамилии Песчанская, она возглавляла антимонопольный комитет. Я знаю, что её, по-моему, родная сестра, она очень близка к семье Зеленских, там даже как-то юридически оформлено имущество, а то ли в Италии, то ли в какой-то другой стране, семьи Зеленских на её сестру. Она работала, это барышня, которую назначили в счётную палату на должности главы антимонопольного комитета, работала отвратительно и даже в Верховной Раде это вызывало определённый смех и умиление, что так двигает человек. Она всё же стала членом счётной палаты. А что это означает? То есть, все коррупционные схемы могут быть потихоньку слиты в унитаз. Вы понимаете, да? В плане неприкасаемости со стороны правоохранительных органов и так далее, и так далее. Ну, смотрите, там всё-таки ситуация, там интересная ситуация. Ну, мы не знаем, как это в действительности будет происходить, но, смотрите, там есть вопрос, что есть рахунковая палата, есть, например, даже аудитслужба, про которую я уже упоминал. А там они где-то дублируют свои функции, но, например, даже аудитслужба, я знаю, она тоже там считается одним из инструментов контроля над над помощью Запада, они сбивают многие тендеры, есть много активистов, которые работают и через аудитслужбу сбили уже 23 миллиарда в действительности тендеров, я знаю, женщину, точнее, знаю, которая сидит, копает, очень профессионально копает все тендеры. Я не думаю, что так оно все будет работать, как кажется, но мы не знаем, что это за человек к чему-то проведет, но, опять же, мы возвращаемся к вопросу к работе правоохранительных органов. Ну, смотрите, если есть там какие-то признаки, ну, хорошо, если там аудит будет проведен, предположим, этого обнаружить, обнаружить, но все равно, это же коллегиальный орган, так просто ты все не не замажешь, как бы ты не хотел. Вот, а дальше все равно мы упираемся в правоохранительные органы, которые должны этим заниматься, НАБУ, САБ, ДБР и так далее. Ну, а расставление на ключевые должности своих людей, это называется, наверное, тоже элемент политической коррупции. Даже если, или я не прав, как вы думаете? Давайте так, во всех странах, во всех странах, во всех странах тянут своих людей, и в демократических, и так далее. Ну, это принцип управления. Ты берешь команду тех, кому ты доверяешь. Он что, противников должен брать, и так далее. То есть, я тут никого не защищаю, я говорю по принципу подбору кадров. Вот смотрите, когда пришли, когда вот пришли демократы, вот поменялась власть в США, они чего, брали людей с Трампа? Нет, не брали, всех поменяли. У них же раз в 4 года там ротация вот такая происходит. Там фактически там до какого-то уровня тоже происходит ротация. Ну, поэтому я бы тут, ну, я тут не знаю, что это за люди, да, не знаю, как они будут работать, все должно быть от функционала. А то, что когда приходит новая власть, берутся те люди, которые ты знаешь, да, ну, это норма, они исключили. Но вы себе сами противоречите, только что вы говорили, что непонятно, кто такой Гончарук, и что он вообще делал на должности, за это должен он ответить, да, но ведь он же тоже креатура Зеленского, извините. Если, конечно, не, Гончарук, тут вопросов нет. У него была функция, он был премьер-министром, он отвечает за оборонное замолвание. Тут как бы у меня вопросов по этому нет. По поводу работы, тут надо смотреть на качество работы. Если антимонопольный комитет там не работал так, как нужно, ну, наверное, там есть будут претензии к этому человеку. Я просто говорю про принцип подбора людей и что это, ну, менеджер. Вы, например, когда там работали, там возглавляете свои бизнесы, кого вы берете, чтобы работать у себя? Тех, которые вы знаете, вы знаете их функционалы, кому можете довериться. Вот я тоже беру тех людей, которые я знаю, кому я могу довериться. Поэтому сам критиковать, говорит, что это элемент политической коррупции, ну, это такое. Вот. А функционал, если они не справляются, да, тогда если там что-то украл, но, опять же, мы все возвращаемся, зачем нам тогда НАВУ и САП и все остальные органы. Я вас абсолютно понимаю, но я как бы тоже в свое время был менеджером крупной медиа-компании, у меня работало больше двухсот человек, и я принимал на работу, и хочу вам сказать, что всегда первым основанием для рассмотрения любого дела и переговорного процесса, глядя в глаза, это профессионализм, что есть за спиной. А нравится мне, доверяю я или нет, мне может быть, человек абсолютно не нравится, но у него есть за спиной успехи, который дает ему зеленый сигнал для того, чтобы он шел дальше по своему пути. Вы имеете на это свою точку зрения, это очень важно, но вот еще один момент, который я хотел бы с вами обсудить, я понимаю, что мы немножко вышли за рамки отведенного времени. Значит, Богдан Львов, такой представитель одного из интересных судов в Украине, имея русский паспорт, прошел все градации, да, там обвинения, подозрения и так далее, и, я так понимаю, возвращается на свою должность, уже претендует на выплату от государства за пропущенный срок, и русский паспорт абсолютно не помешал ему возникнуть, как феникс из пепла. Как вы это объясните? Ну, это мрак, что я могу сказать. Ну, русский паспорт, это, ну, явное наличие связи с Россией, без вопросов. Тут, конечно же, должны наличие, вот, знаете, у нас часто говорили, вот такой вот, помните, когда проходила иллюстрация, у нас все вот, как бы, я считаю, что иллюстрация должна быть проходить по конкретным, по конкретным показателям, да, связи с Россией, в первую очередь, паспорт, там, поездки, родственники и так далее, а не, знаете, вот разгонять людей, потому что они работали там при какой-то власти. Ну, иллюстрация, ну, очевидно, что он просто не должен там работать. Я думаю, что там правоохранительные органы должны заниматься, возбуждать уголовные дела и так далее, потому что, если он еще не отказался от него, и это, ну, это, ну, это просто нахальство, другие слова. Но по факту он возвращается на свою должность, я же говорю, требует, как бы, ну, это коллизия законодательства, это, знаете, у нас как, у нас, в принципе, у нас же интересно законно, у нас, в принципе, не приветствуется двойное гражданство, да, но вот санкции за двойное гражданство, ну, фактически никакого нет, да, вот на органы местной власти можно, в принципе, иметь двойное гражданство, и тебе ничего за это не будет. Вот теоретически, вот, ну, на высшем уровне хоть как-то нужно контролироваться, конечно, но тут, тут правовая коллизия, к сожалению. Тарас, я очень вам благодарен за ваши ответы, за ваши мысли, за ваши рассуждения, я думаю, что это будет, как бы, мотивом и причиной для раздумий наших телезрителей и анализом ситуации. Спасибо, что были на канале Дикий Лайф, сегодня нашим гостем был Тарас Загородний, политолог, жму вашу руку, надеюсь, на благословность в будущем. Спасибо и вам, уважаемые зрители, что смотрели. С большим уважением, Виталий Дикий. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео, лайкайте, комментируйте, для меня это важно и не теряйте оптимизм. Через небольшой промежуток времени встретимся.